Особое мнение Это Особое мнение из Санкт-Петербурга У микрофона Ольга Бычкова Доброе утро! Мы находимся в бюро Эхо Москвы В Петербурге В питерской гостинице Гильвец Инна Марата Здесь Александр Невзоров Доброе утро! Доброе утро! Мы, как всегда, обсуждаем наши новости Ну, как вам вчерашняя ПАФ Которая совпала с Днём Космонавтики? Ну, во-первых, это сильно Это сильно не в первый раз Забавнее, когда совпадает День противовоздушной обороны И Вознесения Здесь, по крайней мере, как-то более Понятные и логичные Ассоциации возникают Но Вообще, конечно Понятно, что Особых шансов у страны Которая с такой скоростью Вернулась в Неолит С такой скоростью С такой охотой И с таким восторгом Практикуют Всё это дикарство Ну, потому что Все эти культы С поеданием богов Воскресением богов Они все имеют Как известно Довольно простое происхождение Довольно примитивное происхождение И все уходят корнями туда К первым дикарским культам Для неолита Потому что До сих пор Там где-то Ещё дикие племена В северной Африке Они там, например Жуют Кожу жирафа Для того, чтобы Приобрести свойства Маскироваться в саванне Кто-то ест медуз Чтобы Невидимым Приближаться Ну, по сути дела Там дикарь, который ест Сердце гепарда С тем, чтобы получить Его скорость И жесткость Он ничем не отличается От христианина Который тоже съедает своего бога Хотя А Гагарин-то при чём? А вот я не знаю При чём здесь Гагарин? Причём Нет, но здесь Это просто повезло Христианам Что их праздник Получил возможность В очередной раз Потеряться О ноги Космонавтики Науки Они же там Этого бедного Гагарина Чуть ли не В святые И чуть ли не Приплетают К своим этим всем Забавным поповским делишкам Ну, по крайней мере Теперь уже признаётся Космонавтика Может быть Это же хорошо Это же не неолит Уже, значит А у них Поле-то сужается И сужается Потому что Несмотря на то Что людей Здравомыслящих Гораздо меньше И несмотря на то Что по идее Они давно Должны были бы Быть раздавлены Вот этим Гигантским Задом Мракобесия Тем не менее Как мы уже говорили Несколько человек Несколько десятков Человек Меняют Судьбу Человечества На протяжении Последних Там Пятисот Шестисот Лет А Путин Поменял Судьбу Человечества Нет, я думаю Журнала Тайм Американского Напомню Нашим слушателям Это новость Он Занимает Первое место Среди Персон Четырнадцатого Года Интерцекус Люксус Ракс Это значит Среди слепых Одноглазый Царь Одноглазый Среди Слепых Тогда Действительно Нету Ни одной Фигуры С хотя бы Имитацией Харизматичности Нету Ни одной Фигуры Столь же Южная Корейская Певица Си Эль На втором месте А дальше Это не в счет Вот эти вот все Вот эти вот все Страсти толпы По певичкам Давайте их сразу Отставим Но Путин ведь Заслуженно получил Свое место Потому что Кто бы и что бы О нем не говорил Но все же Прозревают Что это Что это фигура Драматическая А возможно И трагическая В потенциале Да И что Очень много Интересного И Весьма и весьма Сложно Поворотистого Еще будет Связана С этим Персонажем А с персонажем По имени Хиллари Квинтон Что-нибудь Будет связано Которая тоже Хочет быть Президентом Как Путин И как ее муж Сложно Я не знаком А по Средствам Массовой информации Я не привык Составлять Мнение О человеке Это все Я и ту даму Не знаю Да Абсолютно Все Но за исключением Того Что у нее Будет возможность Там не знаю Отомстить Сделав Минет Мужу Левинский Если она к тому времени Если она к тому времени Приобретет мужа Вот когда говорят Про женщину президента У вас ничего Кроме скобрезности Не приходит вам на Это не скобрезность Это геополитические факторы Вернее Их изнанка Во-первых Я надеюсь Что рано или поздно Будет Рано или поздно Будет Хотя не похоже Потому что Вот эта вся страсть К демонстрации Друг другу В определенный день Куличиков И прочего Вы уже доигрались До того Что Ваш Режим жизни Что вам смотреть Какие трусы носить Какие книжки читать Какие оперы видеть Для вас определяют Какие-то религиозные фанатички Типа там Мизулины Яровой И Других Абсолютно Подобных Дремучих Баб Которые вообще Ничего не знают Ничего собой не представляют Но тем не менее Уже учат вас жизни Искренне считая себя Чуть ли не воспитателями В детском саду А Вас Теми Кого надо Исправлять Направлять Их немножко Для другого Сажали на эти Должности Вас это кого? Вас это Вот в данном случае Вас всех А вас? Нет Как вы видите Меня Никто Пока что Жизни Научить не смог Хорошо А когда Украина Приравнивает Все ко всему Коммунистов К фашистам Ой Коммунисты Вообще Должны Ой Коммунисты Должны Быть страшно Благодарны Украине Потому что Их хоть где-нибудь Запретили Значит Их хоть где-нибудь Воспринимают Всерьез В России С ними Обошлись С предельной Жестокостью Абсолютно Бесчеловечно Их оставили Доживающими Старенькими Шутами При Кремле Вот при том Кремле Куда они Выписывали Пропуска При том Кремле Которые Они окружали Цепями Красноармейцев Вот теперь Они могут На перегонки С ЛДПР Тапки принести Или брошенный На порт Томик Солженицына Они В предельно Жалкой роли Конечно И их Не жалко И Они же В общем Ухитрились Даже в своем Незатейливом Наборе Идеалов Придать Все Посмотрите На их Взаимоотношения С попами Это То что Собачники Меня поймут Давно Это называется Словом Склещивание Причем Еще неизвестно Кто сверху А почему Так получилось Получилось Потому что Они не поняли Вот Этой Подлости Оставления Их Как некой Псевдополитической Силы Они пошли На то Чтобы стать Этими Шутами Притрония Несмешными Шутами На Украине Теперь у них По крайней мере Есть возможность Запираться Где-нибудь В картофельных Погребах Пить вместе Интернационал Издавать Искру И вообще Вести Какую-то Более-менее Достойную Политическую Жизнь А говорят Что это Такая Изощренная Антироссийская Акция Ну Не знаю По крайней мере Более жестоко С коммунистами Чем в России Никто И не обошелся Это На самом деле Для них Очень неплохой Старт То что Произошло На Украине Украине Еще опомнится Потому что Все-таки В виде Вот Ансамбля Песни И пляски Коммунистических Всяких Частушек Они гораздо Безобиднее Они же такие Забавные Бородавчатые Ребята У них Я не знаю У них Лидер Свел Бородавки Но до сих пор Вам опять надо На какие-то Личности Переходить Я не Я совершенно Не прихожу Не на какие Личности Но накладные Бородавки До сих пор В коммунистической Среде Очень популярны Это шутка Юмора Ну да Смешная Очень Хищик Эти воля А кстати говоря Правильно Сделали Вот эти Вот Всевозможные Европейские Западные Американские И прочие Лидеры Которые Не поедут 9 мая В Москву На празднование Дня Победы Вспомнила Я совершенно Внезапно Эту историю Потому что Полуассоциаций Да вы знаете В этой истории Мне например Жалко Только Кремлевских Поваров Ну им будет Кого кормить Им будет Кого кормить И С учетом Своеобразия Приглашенной Публики А это Всякие там Лидеры Необитаемых Островов Руководители Африканских Племен Представьте себе Там есть Какое-то блюдо Называется То ли балут То ли балют Это Яйцо С уже Вызревшим Эмбрионом Да еще и стухше Очень популярное Среди народов В Африке Потом там Всякие Шашлычки Из тараканов И прочее А я не знаю Кстати Они на трибуне Они на трибуне Будут присутствовать С осигаями И увешанными С ушенными головами Или все-таки Их Приведут В какое-то Соответствие Моменту Это называется Расизм Нет Это называется Знание И уважение К чужой культуре Почему Вы считаете Что Разговор Об увешивании С себя С ушеными Головами Это Расизм У нас В России Регулярно Практикуется Преклонение Перед всякими С ушеными Трупами Это называется Мощи Тем не менее Когда об этом Заходит речь Никто не говорит О расизме И к тому же Поверьте Вот уж кому Кому А мне Расизм Чувствовать Совершенно Потому что Во-первых Раз не существует Как ни странно Даже раз Не существует И это не мое мнение А еще По-моему Где-то в 95-м году Был Штатлайнский Конгресс Решение которого Антропологическое Которое полностью Был поддержан Американским Антропологическим Обществом И понятие Расы Вообще Было выведено Из научного Обихода Ну по Весьма Простому Объяснению Что Внутрирасовые Геномные Различия Сильнее Чем Различия Геномные Между Разными Расами То есть Есть некоторые Особенности Географических групп Населения Но раз как таковых Не существует Это вопрос Здорный Расизм есть Но он На пустом месте Давайте про еду Про что? Про еду Еду? Ну вы же начали про еду Давайте только про человеческую еду А вот вы расистка Оля Вы расистка А вот вы считаете Что Шашлыки из тараканов Отварные Летучие мыши Это не мифологические Это традиционные блюда Народов Которые соберутся На 9 мая В Москву Да Поэтому вот это В чистом виде Расизм Эту еду называют Нечеловеческой Да Что вы хотели узнать Про еду? Виталии пишут Что этот ваш балют Едят в Индонезии На Филиппинах Непродина И калорийно Не так плохо Отлично Все обсуждали Всю прошлую неделю Эту историю И продолжают обсуждать Сегодня Потому что Теперь уже К проекту Едим дома Братьев Михалковых Кочеловских Решил присоединиться Как сегодня Стало известно Юрий Лужков Который сказал Что он будет Поставлять Он готов Поставлять Продукцию Для этих Замечательных Фабрик Кухонь Или Кафе Быстрого питания Ну вообще Смешно Это напоминает Известную сцену С Паниковским Да Я не знаю Кто там Из братьев умней По-моему Все-таки умней Андрон И вот он Подговорил Второго брата Чтоб тот бегал С этими Кольцобными Завязками Как Паниковский И шепелярил Дай миллиард Дай миллиард За бедным Путином Но Насколько я понимаю Миллиард им не дали Следовательно История Уже Рухнула И продолжение Потому что им Миллиард не дали Но обещали Дать что-то другое Поддержать Все равно Обещали кое-что Не столько Но обещали Ну тогда посмотрим За развитием И что бы сказали Нет Никогда Этого не сказали И фамилию На Паниковский Они менять Тоже не собираются Михалков и Паниковский Это же прелестно Ну и И что вы еще Хотите от меня Узнать по этому поводу Я там не в доле Поэтому Не в курсе Вы пойдете В Бестро А я вообще не хожу В предприятие Общественного питания Вообще Никогда Ну так вам должно быть Все равно просто А мне и есть Все равно А кем лучше быть Организаторами Бестро И кухни Или знаменитыми Кинорежиссерами Они знаменитые И вполне достойные Своей славы Режиссеры О них можно Спорить О них можно Язвить Но вот что касается Андрона Кончаловского Он блистательный режиссер Создавший Великолепные Картины Которые Некоторые Даже видел я Это об многом говорит При том что Я кино вообще Не интересуюсь И не знаю Там Что касается Непосредственно Никиты Михалкова То Конституция Российской Федерации Позволяет мне Не смотреть Фильмы Никиты Михалкова И до той минуты Пока Нет Позволяет Там есть специальная Я насколько знаю Там есть специальная строчка И до этой минуты В общем Ничто меня посмотреть Не заставит А вот Что касается С первого брата То он хорош Ну пришла им в голову Эта бредовая идея С закусочными Зачем это нужно? Ну за работу Люди хотят А что здесь Такого? Что вас возмущает? Не Меня не возмущает Я просто удивляюсь Оля Вот Вот вы очень юный Вот сидит В этой студии В этой студии Сидит Ухмыляясь Венедиктов Напротив меня Да Во всем Великолепии Своей Осисейской Прическе И как-то И ничему не удивляется Или я раскрыл таву Но тут не должно было быть Венедиктова Ну вот тут такой Виртуальный Венедиктов Да он не виртуальный Вот он сидит Могу его щипнуть Он вскрикнет Почему-то молчит Ну потому что это не его передача А это передача Хорошо Хорошо Тут же ваша особая Ничего-нибудь там еще Ну ладно Если вам больше нечего сказать Про Про еду О чем все говорят Про еду Давайте не про еду Давайте вернемся К символам И мифологии Это вот прекрасная история С запрещением Георгиевских лент Которых называют Колорадскими Да Мне не нравится Ну вам не нравится Значит вы недостаточно Много в своей жизни Имели дело С колорадскими жуками Да кончу удивительного Потому что Мы видим Как стремительно Эта ленточка Теряет свой Первоначальный смысл Который был И становится На данный момент Символом того В общем Высшей степени Омерзительного действия Потому что Можно как угодно Относиться К происходящему В Донбассе Но уголовно Криминально Бандитская Подоплёка Которая Всё больше И больше И больше Вылезает наружу Вот эта вот Тенденция Бандитничать Отжимать Насиловать Которая Увы Да Скрыта Каким-то Политическим флёром Скрыта Разговорами Об этом Скрыта Политической Мифологией На данный момент Она всё Явственнее Явственнее И понятно Что это Колорадская Лента Уже В известной Степени Стала Символом Бандитов Очень быстро Как-то Это произошло А вообще Всё пачкается С необыкновенной Быстротой Символы Особенно Существовала Десятилетиями Многими Многими Десятилетиями Ну Она была Скомпрометирована Она была Скомпрометирована Ещё в годы Второй мировой Войны Когда это была Основная Наградная Лента В армии Власова Да 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 Дорогая моя Она Была Скомпрометирована Неоднократно Поэтому Вообще Вот этот Весь проект Сколорад С клеточкой Он Вероятно Не очень Удачный А благодаря Усилиями Всяких Моторол И других Бендюжников С пулемётами Я думаю Что она Вообще Уйдёт В небытие Но При условии Что Бендюжники Уйдут в небытие Бендюжники Ну Вы знаете Всегда Находится Тот Кто Их Поторопит Тем или иным Способом В Более Или менее Деликатном Посмотрим А вообще Вы верите В то Что Вот этот Фарш Можно Провернуть Назад И Вот Этого Джина Можно Загнать Обратно В бутылку Вот Уже Вышли Люди Понимаете Уже Вот Они Сели На Свои Точанки Нет Не верю Конечно Мне Очень Любопытно Посмотреть Что Будет Но И Никаких Естественно Благостных Или Оптимистических Прогнозов У меня Нету Но Я бы Вы сдержался Вообще От каких Быто Не было Прогнозов Пророчеств Потому Что Ну Давайте Подождем Чего Подождем Подождем Развитие Подождем Как в этой Пробирке Будут Происходить Те реакции Которые В ней Непременно Должны Произойти Ну Вот Эти же Люди Это же Те же Самые Люди Которых Вы Видели Предположим На протяжении Разных Событий Предыдущих 20 лет В Советских Окрестностях Это же Те же Самые Люди Которых Вы Видели На протяжении Предыдущих Лет В разных Других Постсоветских Местах Нет Вот В основном Те люди Которых Я хорошо Знал По Всяким Там Карабахам Абхазиям Приднестровья Они уже Там Перебиты И оттуда Вернулось Всего Несколько Человек А часть Вообще Вышла Из игры И причем Не по Каким-то Политическим Причинам Надо понимать Что Люди В высшей Степени Холодные Люди В высшей Степени В хорошем Самом Лучшем Смысле Этого Слова Безнравственная Но Вот Та Градус Уголовщины Градус Того Что Под Всем Происходящим Увы Нет Не то Что Там Какой-то Идеи Или Какой-то Политики А есть Только Хапужничество И бандитизм Даже Их Даже Вот Этих Псов Войны Сумел Отвратить От этой Истории Сейчас Насколько Я знаю Из Профессиональных Серых Гусей Вот Таких Настоящих Наемников Которые прошли Все войны Там Осталось Всего Всего Двое Как это Двое Вот На все Вот Эти Я же Не говорю Про Этих Бендюжников С пулеметами Которые Позируют Для Российских Телепрограмм Я говорю О настоящих Воинах Настоящих Солдатах Вот Там Осталось Двое Вы их знаете Лично И сколько Им годочков Уже Должны Одному Очень Много И Один Великолепный Человек И до сих пор Я это буду утверждать Но он Искренне Заблуждается И он Искренне Полагает Что эту Уголовщину Можно И нужно Победить Но у него Не хватит Сил При том Что у него Там Достаточно Власти А второй Воюет Но он Настолько Любит Воевать Что Ему В принципе Абсолютно Без разницы За кого За что И где Как он Тоже Такой же Значит Бендюжник Как и все Нет Нет Ну то есть Правильно Что Запрещают Все Вот эти Я не могу Сказать что Правильно Я говорю Что к сожалению Вот эта Колорадская Ленточка Теряет Свой Первоначальный Имидж А здесь Она вообще Служит Символом Разделения В России Давным-давно Она давным-давно Никого не Объединяет А скорее Служит Маркером И Очень четким Обозначителем Ну скажем так А кто Кто за кого И почему Да Ну вот тут Слушатели Свердловской области Вам Напоминает Справедливо Что Триколору Вам было не жалко Мы это как-то Обсуждали с вами А Вот это жалко А какая разница Нет Да мне особо А где я сказал Что жалко Не говорил я Что жалко Совсем не жалко Символы Такая штука Которую в принципе Можно пить И внедрять С колоссальной Скоростью При наличии Хороших СМИ Поэтому я не могу Скать что мне Жалко Коваратскую ленточку Или Триколору А на Украине Правильно запрещают Все советское Теперь Все советское Все вот такое Вот имеющее отношение Да понимаете Сейчас ничего Советского Запретить нельзя Сейчас все Советское Существует Только в каком-то Совершенно Комедийном Аспекте Потому что Все советское Это уже все равно Дефрагментированный Труп Это все равно Останки Да Это все равно То что издает Тот или иной Степень силы Политический Или какой-то Иной Смрад Да Ведь мы Когда говорим О советском Когда мы говорим О советском союзе При всем том Идиотизме Который был В основе Строя Страны Тем не менее Было и множество Живых Поразительных И Очаровательных Черт Но это было У живого Политического Организма А вот Мощи СССР Различные Памятники Названия Гнижки Документы Это уже Все Не играет Роли Какая Судьба Ждет Все эти Артефакты А в городе Секунда Буквально Остается А в городе Петербурге Где мы Сейчас находимся Почему-то Полно Вот этих Старых Советских Названий Ну и Хорошо Тоже Да Конечно Вы считаете А почему Нет Прекрасно Просто Ладно Нет Ну а Подождите А что На что Менять Ну вот Предложили Тут Они же Они же хотят Не просто Что-то Менять Они же Хотят Возвращать Еще Более Дремучие Вещи Там вот Предлагают Сейчас Поменять Улицу Рубинштейна На Троицкую Ну какая Разница Именем Одного Еврея Или сразу Трех Будет Называться Улица Очень Смешно Ладно Сделаем Перерыв На несколько Минут Это программа Особое Мнение С Александром Невзором Особое Мнение Винник Опустите И мы продолжаем Программу Особое Мнение У микрофона Ольга Бычкова С особым Мнением Александр Невзоров Как у Специалиста По науке Ну И всему Прогрессивному Так И всему Настоящему И умному Я хочу Вас спросить Об этой Странной Истории О которой Пишут Самые Разные Средства Массовой Информации Вот эти Переговоры Которые Ведут Российский Программист Валерий Спиридонов И итальянский Хирург Серджио Конаверу Валерий Спиридонов Страдает Серьезным Заболеванием И хочет Чтобы его Головы Пересадили На здоровое Тело А итальянский Доктор Говорит Что Может Это сделать Вы Хотите Поверничать Или хотите Понять Можно это Или нельзя Насколько я знаю Это не шутка Это не шутка Это не 1 апреля Более того Теоретически Теоретически Это абсолютно Возможно Но где-нибудь Лет через 200 Когда Будет Иной Уровень Хирургии Дело В том Что Ну да Было Много Всяких Прецедентов Очень Неудачных Когда Гибли Лабораторные Крысы Мыши Кошки И собаки При попытках Пересадки Головы Но В данном Случа Это не очень Показательно Потому что Чем крупнее Объект Тем Выше Шансы На успех То есть Если бы Речь шла Об операции Великана Там метров 15 Ростом Нужно Было Бы Говорить О том Что Какие-то Шансы Есть Почему А может Мы чего-то Не знаем Нет Мы все знаем На эту тему Здесь особо Знать нечего Дело в том Что Работает Проклятый Пространственный Фактор Нам надо На очень Небольшой Операционной Площади Распределить Руки Примерно Там 16-18 Хирургов Которые Будут Синхронно И очень Точно Работать И Как ты Сама Понимаешь Этот Пространственный Фактор Пока Никому Преодолеть Не удастся Потому что Просто Эти 16-17 Рук Разместить Негде И плюс Никто не в состоянии Уложиться В те сроки Которые Поедине Могут быть Отведены Для этой операции Она же Действительно Феерически Сложна Это помимо Ладно Там 36 тысяч Нервных Окончаний Которые Которые Видны И заметны Так руки Пальцы Это Ну Во-первых Существенно Меньшее Количество Сосудов Существенно Меньшее Количество Нервов Колотералей Нервных И плюс Необходимо Сразу же Иннервировать Эти сосуды Чтобы по ним Шла бы кровь И по ним Шли физиологические Жудкости Дурят Дурят Конечно Но лет Через 200 Это будет возможно Так как Сейчас Просто Просто Не допускает Этого Уровень Развития Хирургии А миллион Долларов На аукционе Которые Сегодня Будут Проходить В Нью-Йорке За Книжку Записную Алана Тюринга Ну Это того стоит Черт возьми Она стоит О Кстати Говорю Коль скоро Речь зашла О книжках Вот не могу Я промолчать Уж По что я Рептилия И Никак Меня невозможно Не тронуть Не удивить Но попало Сушеная рептилия Какого Нет Не сушеная рептилия Вполне Себе Даже Живенькая Рептилия Я к тому Что мне Все эти Ваши Сентименты В основном Чужды Но я должен Сказать Что Я тут Подержал В руках И видел И даже Попробовал Читать Невероятно В своей Силе И в своих Разоблачительных Потенциалах Книжка Это книжка Некоего Рабичева Это записки Офицера 31-й То ли Бригады То ли Армии Печатается Это все В штатной Серии Военные Мемуары И вышла Она еще По-моему Где-то Году В 2010 Рабичев Рабичев Это Честные Воспоминания О том Что делала Советская Армия В Германии Вступив На территорию Германии Я говорю Вот несмотря на то Что я Совершенно Бесчувственная Тварь Но даже Я Этого В общем Больше Полутора Страниц Прочесть Не смог При том Что это Это не какой-то Фантаст Не какой-то Писатель Это очень Честный Очень простой Заросший Чешуей Своих Родинов Дядька Который Все Описывает С предельной Откровенностью С предельной Точностью И Отвратительной Скрупулезностью Вот Тем не менее Тем не менее Я бы с этой книгой Рекомендовал Всем ознакомиться Она чертовски любопытная Ну По крайней мере То что я читал На эту тему Это 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 жуть Просто Да Конечно Но это Не кромешная Жуть Понимаешь То есть Нельзя исключать Вот всегда Оль Всегда Давай оставлять Один или полпроцента На то что мы Может быть Имеем дело С Да Потому что Вот Вот Как бы Есть Две Субстанции Субстанция Правда И субстанция Неправда Что такое Правда Правда Это то что Возможно Проверить Ну да Единственный Критерий Он жесткий Это предельно Твердый Раздел Правда Это то что Можно проверить То что Пештрабичев Мы проверить Все равно Не можем Мы не можем Повторить этот Эксперимент И не хотим И не хотим Этого делать Но Тем не менее Некий шанс На то что Это Возможно Имеет отношение К реальности А ты знаешь Про эту книжку Ну да И потом Она же не единственная Тоже Это не моя тема И я имею право Не быть посвященным Во все тонкости Это меня поймал Охранник Книжного магазина Буквоед Который Очень как-то Почтительно Ко мне относится И сунул Мне под нос Раскрытого Этого рабичева С тем Чтобы я прочел Во всех этих Массовых Изнасилованиях И убийствах И спросил А это правда? Да И под его Воздействием И влиянием Этого охранника Из буквы Это почтеннейшего Человека Кстати говоря Я ее купил И просмотрел Так скоро Не будет Таких книжек Скоро Такие книжки Будут Не знаю Вот просто Опять там Запрещенные Самоиздатовские Литературой Оскверняющей Или там Что-то еще делающей Это ты про солдатиков Да? Это я про все Да Да Но здесь Понимаешь Ведь Тоже надо понимать Что Идеология Российского государства Мечется Будучи абсолютно Фиктивной Будучи абсолютно Мифологической Будучи абсолютно Неправдой Да? И выстроенной На абсолютной неправдой Она очень хрупка Она очень уязвима Она знает Что любой чих Любой свист Любой сквознячок Для нее смертелен Конечно Она будет То что Вот эта история С солдатиками Что в переводе Это означает Что больше правил игры Не существует Да? Если И вероятно И вероятно 9 мая Тоже еще проведут Продавцов детского мира По Красной площади Пленных Да? Которые этих Солдатиков Осмеливались продавать Это будет Было бы вполне Да За ними Да Ведь это же знак Того Что больше правил игры Не существует И экстремизмом Может быть Объявлено все В том числе И мемуары Участников Второй мировой войны Ну да Почему я предлагаю Вовремя 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 Купить Вовремя Купить Книжку Рабичева Просто надо сейчас Видимо вовремя Покупать вообще Все книжки Которые вы считаете Важными для себя А все книжки Которые я считаю Важными для себя Они вообще Кроме меня Никого не интересуют И никогда Не будут запрещены Это про науку Да Да Ульчика Хорошо Солнышко Вот не напрягайся Произнося Произнося Мучительные фамилии Нет Я конечно Я конечно Не буду напрягаться Это действительно Оля Не изображайте Не изображайте Из себя Такую Вот Солонную Даму Нет Я же про другое Хочу спросить Да Нет Вот это Да У нас Дарвин Тоже ведь сейчас Да Конечно Немножечко не в части И как замечательно Говорил Фейнман Общество Активное Агрессивное Ненаучное Это он говорил Не про российское Общество 21 века Это он говорил Про Вполне себе Европейское Американское Общество 20 Да То есть Это всегда Будет Где-то На периферии Человеческих Интересов Это всегда Будет Восприниматься Болезненно Но Я как-то Не беспокоюсь За запрещение Дарвина Хокинга Млодинова Или Хейзена Реально Беспокойтесь Потому что Вот например Прекрасный Депутат Милонов В городе Санкт-Петербурге Он не дремлет По-моему Я не помню Запрещал ли он Дарвина Дарвина Он в разговоре Со мной Он довольно быстро Сдался И признал Теорию революции И об этом есть Да Конечно Посмотрите Есть какой-то Документальный Очень смешной Диалог Где он Довольно быстро Сыпется Ну вот Например Секс Добрака Господин Милонов Предложил Запретить Законодательно Это Очередное Очередное Шоу Господина Милонов Да Потому что Я ведь его Ну не могу сказать Что я его Хорошо знаю Вообще Я вас удивлю Совершенно Вменяемый Персонаж Вменяемый И даже Более того Абсолютно Симпатичный Человек Ну вот Он хлебнул Этой медийности Он понял Что Изображая Из себя Чудовищного Тупого Мракобеса Он стал Известен Всей стране Он Будучи Никем И ничем Да Панамарь Проэкросиарх Если говорить По-гречески И сложно И поэтому Сейчас Конечно Он будет Изобретать Самые Дикие Инициативы Только Потому что Он уже Не в состоянии Слезть С игломедийности Он уже Будет Придумывать Еще Более Дикие вещи Только бы О нем Говорили Только бы Его цитер Это Ну это Вариант Жирика На самом деле Мне кажется Что Нужно быть Очень смелым Человеком Очень отважным И решительным Политиком Чтобы запрещать Секс Добрак Ему Пойми Его же Не интересует Его же Не интересует Практический Эффект Ему Необходимо Чтобы Снова Где-то Звучала Фамилия Милонов И если бы Условием Было бы Еще Более Диких Действий Он бы Вероятно Пошел На это Вот это Прекрасный Оптимистический Финал Программа Остальное мнение С Александром Невзоровым Спасибо вам До встречи Пока